Доброго времени, друзья! Я Рита, мама семи сыновей. И сегодня я поделюсь историей своей жизни, которая произошла буквально на этой неделе. Начну я с того, что я человек неконфликтный, никогда ни на кого в милицию не заявляю, хоть иногда и стоило бы. Это был обычный вечер, мы уже легли с детьми спать, но стали слышны очень громкие голоса соседей. И, кстати, мы их никогда не слышим, хотя они находятся на нашем этаже, через стенку, но как-то вот никогда не доносилось от них, точнее, доносилось, но очень крайне редко. А в этот день было все наоборот. Были слышны какие-то стуки, прям такие надрывные, крики, ругань. В общем, происходило что-то из ряда вон. И это я почувствовала нутром, потому что как бы к конфликтам я привыкла. Я вообще выросла в семье, где был отец-алкоголик, и как бы такие пьяные вещи меня не пугают, не настораживают. То есть я в такой среде росла. Попадите! Костя, я спугалась. Но в этот раз вот мое внутреннее чутье мне подсказывало, что это не просто какой-то конфликт, какие-то разборки, пьяный дебош. Здесь что-то такое, вот, ощущение на уровне энергетики, страха какого-то животного, испуга. Действительно, как будто человек действительно просил помощи. Мы легли с детьми в 10 часов вечера уже спать. Я проснулась в 2 часа ночи от того, что сильно-сильно стучали по двери, как я понимаю, в ванны, потому что наши квартиры именно объединяются именно этой областью, ванной, туалета. И кричали, помогите, я на вас вызову милицию. Меня изнасиловали, это кричал молодой парень. Меня изнасиловали. Что-то там очень-очень-очень сильно вот нервничая и действительно, что называется, бился из последних сил. В ответ женский голос кричал, да это тебя заберут в милицию, да ты наркоман, ты здесь в ванне колешься. То есть, в общем, волосы стали дыбом, потому что это сопровождалось такой тяжелой-тяжелой энергетикой. Я ходила из комнаты в комнату, я не могла понять, стоит ли мне заявлять в милицию, хотя была ночь-то, понятно, потому что второе дело крики, а первое дело я боялась, что я могу стать соучастником преступления, то есть я слышала, что что-то происходит, да, и ничего не сделала, а, допустим, кто-то там умер, погиб. Я набралась сил, взяла телефон, почему-то был у меня такой страх, что я даже забыла номер милиции. Загуглила, почему-то набрала номер МЧС, сказала, что вот у нас происходит за стеной такие крики, я бы хотела вызвать в милицию, меня переадресовали, я все то же самое объяснила милиции, через некоторое время пришли милиционеры, кстати, за это время дети от криков проснулись уже за стеной, то есть представляете, насколько это были громкие крики, визги, не знаю, как еще что-то объяснить, короче, зов о помощи, и приехали милиционеры, сказали, вы же понимаете, что если они не откроют двери, то мы ничего не можем сделать по закону, мы должны будем уйти. Я говорю, ну я, конечно, понимаю, но в любом случае хотелось бы как-то урегулировать эту ситуацию, потому что, говорю, это очень страшно, они кричат очень страшно. К тому времени, как приехала милиция, в принципе, криков уже не было. В общем, позвонили они в дверь, дверь им открыли, и что же вы думаете в итоге оказалось? На следующий день я узнала, что этот молодой человек выпивал с двумя молодыми людьми, и которыми он встречал на нашей общей лестничной клетке, они пригласили их себе домой, и вместе выпивали. И эти двое людей, девушка и парень, оказались в розыске, они грабили квартиры, подсыпали в алкоголь какое-то вещество, от этого человек одурманивался, и они выносили то, что им нужно. В данном случае милиция успела вовремя, благодаря моему вызову, они их арестовали, увели в милицию, а парня, соседа, доставили в больницу, потому что он был в очень плохом состоянии, вообще непонятно, как он в этом состоянии, мог вообще стучать так громко, откуда у него были силы, потому что в реанимации, он сразу поступил в реанимацию, его направили, у него было 4,7 промиллей алкоголя, это, между прочим, смертельная доза для организма, этому молодому человеку вообще 20 лет, то есть как он выдержал, один бог знает, и он там впал, кстати, на 2 часа в кому, в коматозное состояние, но, слава богу, медики сработали хорошо, они вывели его из этого состояния, прокапали, через 2 суток он уже выписался, из больницы, пришел, благодарил меня, спасибо, что вы вызвали милицию, я говорю, это как бы мой гражданский долг, помочь, слава богу, что так все получилось, сказал, что я его ангел-хранитель, хотя я так, конечно, не считаю, но в любом случае, мое сердце всегда отзывчиво, если я слышу, что кому-то нужна помощь, даже алкоголику, мне иногда страшно подумать, что вдруг это не алкоголик, а вдруг это человек, которому нужна помощь, и я всегда стараюсь помочь, то есть, конечно, вот таких случаев еще не было, были более рядовые случаи, но вот так случилось в жизни, поэтому о чем я хочу сказать, друзья, будьте более чуткими к другим людям, я всегда в этот момент думаю, что это чей-то сын, это чья-то дочь, и если бы нам, это вместе были мои дети, я бы была благодарна этому человеку, что он спас жизнь ему, предотвратил еще преступления, поэтому, ребята, давайте будем более внимательны к тому, что происходит вокруг нас, не стесняемся и стараемся помогать. Вот такая история, надеюсь, она вам была интересно, полезна, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, до скорой встречи, пока-пока. Прошла запись. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok